Оперативная сводка от Министерства нападения Российской Федерации. На данный момент спецоперация идет строго по плану. Наши сухопутные войска выполняют поставленные перед ними боевые задачи. С сегодняшнего дня наша армия носит почетное звание «Освободительный российский контингент», сокращенно ОРК. Так вот, наши доблестные ОРКи высадились в районе населенного пункта Чернобоевка, причем высадились в прямом и переносном смысле этого слова. И по подтвержденной информации успешно захватили Чернобоевку целых 9 раз. Потому что, как известно, один раз недостаточно, поэтому пока 9, но будет и 10, и 11, и 13. Кроме того, доблестные отряды кадыровцев, находясь в украинском тылу, в результате успешно проведенной операции получили 842 лайка и 3500 просмотров в ТикТоке. Несмотря на это, противник огрызается. Украинскими бактериологами продолжается отправка инфицированных птиц на территорию Российской Федерации. Нашими ПВО уже были сбиты 8 зябликов системы «Гнездо-воздух» и 2 баклана, которые их сбили, уже представлены к званию Героя России к какой-то степени. Нам удалось выяснить, что на территории Украины, кроме биологического оружия, разрабатывается еще и математическое, географическое, физкультурное, природоведенческое оружие. Разработкой оружия занимаются специально обученные люди, которых украинцы называют странным словом «вчитель». Также украинские специально обученные кроты вспахивают землю, из-за чего наши вездеходные танки в ней застреют. Есть разведданные, что группа таких кротов уже роют тоннель на глубине 10 метров от Киева до Кремля. Кроме этого, разведка доложила, что украинцы против нас используют цыганских наемников. Вчера отдельный цыганский моторизированный тракторный батальон Айнене под покровом ночи мошенническим путем выцеганил 4 наших танка. Проводится расследование по данному инциденту. Также стало известно, что одна цыгана-нацистка, введя майора Курякина в состояние гипноза, хотела погадать ему по руке. Но сделать ей этого не удалось, потому что руки у него 3 дня уже как нету. На прошлой неделе один наш дрон был сбит банкой огурцов, запущенной украинской неонацисткой с Бендеровского балкона. В связи с этим наши ученые-дроноделы уже разработали новое поколение дронов с антиогуречным покрытием, устойчивым также к попаданиям помидорами, кабачками и тушенкой. К сожалению, вынужден заявить, что поиски главного нациста Степана Бендеры продолжаются. Также мы ищем его родного брата, известного афериста Остапа Бендера и его подельников Шуру Балаганова и Паниковского. Возвращаясь к спецоперации, наши солдаты обеспечены всем необходимым. На случай плена у них есть яд, иголка, вшитая под кожу веревка. Украинская пропаганда заявляет, что нашим летчикам перед вылетом плохо упаковывают парашюты. Это фейк. Никаких парашютов там нет. Также хочу опровергнуть фейк про министра обороны Шойгу. Никуда он не исчез. Он по-прежнему в Москве. Я лично видел его вчера в очереди за сахаром. Он уже неделю там стоит. А завтра планирует принять участие в битве за сковородки. Мы успешно боремся с дефицитом, который возник из-за санкций США. Наше правительство уже признало некоторую часть соли с сахаром. Ну и напоследок хочу успокоить российских вдов. Потерь нет. Это просто очень похожие на ваших мужей люди. Просим распространить это видео на всех доступных российских площадках. В данный момент это детские площадки в ваших дворах и городские площади. Продолжение следует... Продолжение следует...